Как сохранить все наработанное в Славянском районе и по всему Краснодарскому краю и сделать решительные шаги вперед? Очень многое в развитии зависит от законодательной власти. Со времени избрания депутатов Законодательного собрания Кубани 6-го созыва и начало работы фракции единороссов прошло без малого два года. В ее состав сегодня входят 62 из 70 избранных депутатов и работают они очень достойно. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Васильевич Чернявский провел встречу с активом Славянского района, в ходе которой представил отчет о деятельности фракции партии «Единая Россия» в Кубанском парламенте. В городском доме культуры собрались главы поселений, депутаты совета района, руководители предприятий, представители трудовых коллективов, партийные активисты, общественники и молодежь. Выступая перед жителями, Виктор Чернявский подчеркнул, что деятельность фракции единороссов в отчетном периоде с сентября 2017 по май 2019 года осуществлялась, исходя из определяемых партией «Единая Россия» президентом России Владимиром Путиным, губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым задач и была направлена на законодательное обеспечение прав и интересов кубанцев, развития экономики и социальной сферы. За отчетный период принято 385 законов и 1135 постановлений ЗСК, а также на сессиях согласовано 27 краевых госпрограмм. Кроме того, кубанские парламентарии активно участвовали в разработке федерального законодательства. Большое внимание депутаты уделяют развитию экономики, содействуя и малому бизнесу. Мы будем и дальше совершенствовать формы и увеличивать объемы поддержки субъекту малого бизнеса. Это крайне важно не только в экономическом, но и в социальном плане задача. В этом году в целом малому бизнесу края будет обеспечена краевая поддержка в объеме свыше полутора миллиардов рублей. Виктор Чернявский отметил вклад славянцев в успешное развитие нашего края. Так, в 2018 году в инвестиционное развитие славянского района вложено более 9 миллиардов рублей. Созданы 85 новых рабочих мест. Большое внимание уделяется единороссами решению социальных вопросов. В отчете прозвучало, что в крае строились офисы врача общей практики, школы и детские сады, спортивные объекты и учреждения культуры. Приносят свои результаты и усилия по уменьшению числа малообеспеченных граждан. Динамика положительная. В крае в прошлом году на 2,2% увеличились объемы приобретения населением товаров и услуг. В целом составили почти 2 триллиона рублей. Пожалуй, самый важный показатель повышения качества жизни – это то, что в 2018 году в крае родилось 65 тысяч детей. В Славянском районе – 1282 малыша. А продолжительность жизни носила 73 сквозные года. В целом, по качеству жизни населения наш край занимает шестое место среди российских гривен. Виктор Чернявский высоко оценил опыт лучших территориальных общественных самоуправлений и сказал, что и дальше они будут поддерживаться кубанскими парламентариями. Нам надо учиться хозяинам. Пойдите к частнику водор. Кто ему помогает дорожки заливать, крышу ремонтировать, антенну поправлять? Он сам хозяин. Также хозяева коллективные в этих домах, в наших квартирах, в которых у нас сегодня частное жилье, но мы вместе должны эксплуатировать эти дома. Давайте учиться. ТОСы в этом плане большую поддержку оказывают все-таки, работая с населением, консордируя вокруг себя. У нас в прошлом году также продолжили соревнования среди ТОСов. И наши молодцы тоже. Подводя итоги отчета, Виктор Чернявский сказал, что все важные вопросы решаются совместно, краевой и районной властями, в сотрудничестве с жителями, активом района. Только объединив усилия, можно добиться высоких результатов. Выступившие после отчета представители местных властей поддержали проводимой партией курс. Мы навели порядок в многоквартирных дворовых территориях. У нас сейчас очень красиво. И площадки детские, и озеленение, и плитка во дворах. Нам очень приятно там жить. Мы любим свою станицу. Постоянный ежедневный диалог идет между законодательными и нами, как органами местного управления. Это дает, конечно же, свои результаты. Только тот факт, что более 7 миллионов рублей получили наши жители за труд в развитии новых теплиц, в приобретении молодняка, в капель нарушения. Это дает им работу. А плюс еще к тому же и помогает материально компенсировать свои расходы. Это очень важно и очень для нас существенно. Созидательный курс развития будет продолжен, заверил собравшихся депутат ЗСК Виктор Чернявский. Славянцам и всем кубанцам нужна благополучная и комфортная жизнь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».